Рад приветствовать вас на канале Коинпост, криптоновости и блокчейн. Знаете ли вы, сколько Павел Дуров заработал на инвестициях в биткоин? И почему вся криптовалютная тусовка перебралась в Телеграм? Сейчас мы расскажем всю правду про Павла и биткоин. Не забудьте подписаться на канал. А мы начинаем! Сразу о самом интересном. Сколько биткоинов есть у Павла Дурова? И стал ли он биткоин-миллионером? Примерно в конце 2013 года и в начале 2014 года Дуров купил 2000 биткоинов по цене 750 долларов за штуку. Таким образом, его инвестиции в первую криптовалюту составили полтора миллиона долларов. Сегодня биткоины Павла Дурова стоят больше 17 миллионов долларов. Но он не расстается с криптовалютой и держит актив дальше. В этом плане Дуров настоящий адепт стратегии HODL и называет биткоин цифровым золотом. Ведь если учесть время покупки биткоинов, то в январе 2015 года его монеты подешевели до 400 тысяч долларов. То есть обесценились в более чем три раза. А то, что Павел не продал криптовалюту на пике цены в декабре 2017 года, когда за 2000 биткоинов можно было получить 40 миллионов долларов, косвенно доказывается его предложением выплачивать биткоин-гранты администраторам VPN-серверов, которые помогают обходить блокировку мессенджера в России. Теперь поговорим о том, почему крипто-сообщество выбрало Телеграм в качестве основного мессенджера. Как говорит сам Павел, неважно сколько в мире существует мессенджеров, кроме Телеграм, если все они отстой. Но не только приложение привлекло аудиторию, а и взгляды его основателя, которые во многом пересекаются с духом криптовалют. Вот что Дуров сказал о биткоине. Впервые за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной. И с тех пор, по сути, собирают дань со всех стран, расплачиваясь по своим долгам бесконечно штампуемыми долларами, искупая на них активы по всему миру. А вот что Павел думает о неуклюжих попытках российских политиков зарегулировать биткоины и криптовалюты по самое не хочу. И вместо того, чтобы ухватиться за шанс сделать мир более сбалансированным и вместе с Японией и другими азиатскими странами признать статус новых цифровых валют, идущих на смену доллару, из российского правительства слышны голоса «Давайте запретим и ограничим». Создается впечатление, что это биткоин накладывает санкции на Россию. После нескольких лет переездов Павел основал главный офис в Дубае, где, по его словам, наиболее лояльная налоговая политика. Вот что он рассказал об этом. Многие люди в западном мире не понимают, насколько налоги ограничивают их возможности. Вы можете заплатить почти половину своего дохода в виде налогов, что в основном означает, что вы работаете на государство 180 дней в году. Думаю, я смогу найти лучшие способы использовать свои деньги на благо общества. Мы знаем, что Павел Дуров собрал 1,7 миллиарда долларов на блокчейн-платформу Тон. Теперь он точно сможет развернуться в полную силу. А ведь скоро мессенджер выпустит свою криптовалюту, грамм, и сможет конкурировать даже с биткоином. Мы будем внимательно следить за всеми событиями, поэтому подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые подробности из криптомира. Жмите лайк и делитесь с друзьями этим видео, чтобы вывести его в топ. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал о криптовалютах Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры создавал DimaTorzok